Здравствуйте, дорогие телезрители! Наш телеканал продолжает серию программ, посвященных возможностям современной медицины. Сегодня речь пойдет о восстановлении организма человека после травм, операции, перенесенного инсульта. Медицинская реабилитация в широком смысле слова рассматривается как система мероприятий, направленных на сохранение здоровья и улучшение качества жизни человека. Каким образом этого можно добиться? Возможно ли в Твери применять мультидисциплинарный подход в реабилитации пациентов? На эти и другие вопросы наших телезрителей ответим в программе гостем, который станет специалист медицинского центра «Вера» по головокружению, невролог, кандидат медицинских наук Андрей Юрьевич Петушков. Андрей Юрьевич, я рада вас приветствовать в программе «Прямой эфир». Здравствуйте! Добрый день! Я благодарю вас за то, что вы нашли время для того, чтобы поговорить на очень важную тему, потому что в наше непростое время очень большой процент людей, которые в силу определенных жизненных обстоятельств не могут своевременно адаптироваться после травм, операции, как я уже сказала, болезни. И эта категория пациентов требует усиленного внимания со стороны семьи, конечно, со стороны специалистов. Эти категории пациентов тратят много времени для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. На сегодняшний день у современной медицины в период расцвета пандемии коронавируса есть возможности работать именно с такими пациентами? Да, конечно, эти возможности есть. Период ковидный внес свои коррективы. Но все-таки врачи очень стараются не только в ковидных госпиталях, но и на своих приемах и в учреждениях, не связанных с красной зоной. Самое важное, конечно, это применение общей работы или так называемого мультидисциплинарного метода поведения специалистов. Соответственно, врач не берет на себя единственную коррективу в плане коррекции лечения или ведения данного пациента. Конечно же, реабилитологи – это сейчас основная цель для восстановления данного пациента. Соответственно, в мультидисциплинарную бригаду входят специалисты, такие как реабилитолог, он может быть врачом, соответственно, по травмам, травматолог, невролог, если это какая-то неврологическая проблема, инсульты. Ну и, соответственно, травматологи, они также корректируют, если есть травма. Далее, первичный специалист, который осматривает данного пациента, уже решает вопрос, что с ним нужно делать. И, соответственно, одному ему справиться с этим пациентом тяжело. Соответственно, подключается врач ЛФК, физиотерапевт. Очень важный подход медицинских сестер или уход за данным больным. Эрготерапевт, который адаптирует человека, социализирует его к условиям социума, окружающей среды, адаптации в нашем обществе. Ну, также, соответственно, врач-физиотерапевт. Механотерапия, кинезиотерапия, остеопатия – это в дальнейшем уже. Сначала нужно понять, как восстанавливать данного пациента. А вот скажите, пожалуйста, а есть у нас вообще в Твери подобные лечебные организации, медицинские учреждения, где применяется мультидисциплинарный подход и где можно собрать сразу несколько таких важных специалистов? Ребилитационные центры – это второй этап реабилитации. Первый этап реабилитации, он проходит, конечно, касаемо инсульт, травм, непосредственно в учреждениях таких, там, первично-сосудистые центры или травматологическое отделение, кардиология, да? Вот, далее второй этап – это уже, соответственно, реабилитационные центры или центры восстановительной терапии. Вот, у нас эти центры по Российской Федерации, соответственно, есть, они многопрофильные. В Твери такой центр имеется. Этот подход мультидисциплинарный очень важен для реабилитации и социализации человека, для устранения у него первично как физических дефектов, так и психоэмоциональных, так и, значит, синдромов, связанных с осложнением нарушенной функции в связи с данным заболеванием, то есть в зависимости от того, что у него происходит в рамках неврологии, кардиологии или травматологии. В настоящий момент я принимаю в Центре лечебно-диагностическом Вера. Соответственно, на врача-невролога возлагается очень такая хорошая миссия в плане выявления патологии и уже корректировки, так скажем, данного синдрома и заболевания. Мы же, наверное, поговорим о втором этапе реабилитации. Это непосредственно восстановительная терапия. Приходят пациенты, которые не знают, как себя применить, как восстановить утраченную функцию, ну, парез, то есть нарушение движения, да, нарушение чувствительной функции, логопедическая функция, то есть афазия различная, да, нарушение глотания и так далее. То есть они этим очень мучаются, и, соответственно, нужно находить подходы для восстановления данных синдромокомплексов. На базе лечебно-диагностического центра Вера осуществляется восстановительное лечение специалистами, врачом, соответственно, ЛФК, который подбирает методы физической реабилитации, лечебный массаж и кинезиотерапевтические подходы, механотерапии различными аппаратами. Также физиотерапевт подбирает свою терапию, направленную на физиотерапевтические методики восстановления. Кинезиотерапевт работает с движением человека, да. Применяются у нас методы герудотерапии. Герудотерапия является ценным методом. Она связана не только с кровопусканием, она входит и в физический метод реабилитации, к воздействию и на акупунктурные точки, а также обладая большим количеством ферментов, до 100 этих ферментов в слюне, пиявке. Она обладает функцией не только разжижения крови, но и в нее входят те ферменты, такие как калин, бделины, которые воздействуют на фактор свертываемости. Соответственно, можно убрать объем циркулирующей крови, застойную кровь, а также, кроме разжижения, адаптировать кровушку нашу. И, соответственно, есть ферменты, которые воздействуют на психику, на гормоны мозга. То есть это дает определенный результат для того, чтобы восстановиться? Да. И, соответственно, конечно, важная задача убрать тромбированную кровь или застойную кровь у пациентов. Она применяется не только в неврологии, кардиологии, но даже в пластической сейчас хирургии. Андрей Юрьевич, объясните, пожалуйста, почему нельзя ни в коем случае терять время, когда речь идет о восстановительной медицине? Дело все в том, что острые процессы, они через определенное время переходят в хронический. С хронизацией заболевания нарушается функция. Что такое хронический процесс? Это уже нарушение функции самой того или иного вида. Соответственно, для восстановления этой функции потребуется большее время. То есть, если мы говорим об инсульте, то все критерии мы, конечно, знаем. Это возможные базовые мероприятия в течение 24 часов. Реперфузия мозга, восстановление, снятие нагрузок на тромботизацию, формирование тромбов. При геморрагических инсультов понятие быстро отправить в нейрохирургу, если это, скажем, гематома, какие-то другие нарушения. То есть, здесь это процесс времени, очень важен. Если это проводится быстро, в первые часы, то, соответственно, человек быстрее социализируется, улучшается быстро качество его жизни. Добавлю, что пациента мы не теряем. Мы его ведем. Мы смотрим за лабораторной функцией, за его анализами, в динамике. Проверяем, смотрим, потому что качество лечения зависит от этого. Также нарушение функции печени, нарушение функции почек, большие объемы терапии, соответственно, применяются. Соответственно, все органы системы нужно нам смотреть, проверять в динамике. Не гнушаюсь и давать мобильные телефоны, и WhatsApp, для того, чтобы они мне пересылали, например, если проводится МРТ, отсылали мне на WhatsApp эту томограмму, чтобы я мог онлайн обеспечить. Потому что ездить порой пациентам в ковидное время очень тяжело. И надо лечение, которое первично было дано, и надо его уже скорректировать. Специалисты имеются, востребованы. Онлайн можно все это решать. Соответственно, пациенту не приходится бегать из одного центра в другое. А как Вы считаете, вот Ваше мнение, Андрей Юрьевич, все-таки, какие больные самые сложные, требующие особого внимания со стороны специалистов? Очень тяжелое направление это спинальные больные. Там идет нарушение тазовой функции. Тазовая функция – это мочевая инфекция, это осложнение мочеводящей системы, это пролежни. Нельзя забывать эти поздние осложнения, что при инсульте бывает, что при травмах, если человек лежит долгое время, это пролежни. Соответственно, здесь корректировка идет уже урологической помощью. Человек не должен залеживаться, надо его переворачивать. Надо выполнять эти методики, различные постуральные. Бич очень большой, грыжи межпозвоночных дисков. Люди не понимают, где им лечиться. То есть острую функцию, то есть нарушение, болевую синдром, да, это можно все решить. Это можно решить везде. Но адаптировать данного человека порой очень тяжело. Люди делают порой по три, по четыре операции, выбрасывают колоссальные деньги на реабилитацию, делают микрохирургические операции, декомпрессию, ляминоктами. Но и осложнения вновь и вновь иногда приходят. А что же делать? Я использую методы ударно-волновой терапии для того, чтобы полностью реабилитировать человек. Без разреза кожи, без доступа кислорода, преобразования, соответственно, спаечного процесса. Это делается методом ударно-волновой терапии, инфразвуковым методом. То есть это биологический нож. Я стал международным специалистом, обмениваемся мы материалами с нашими коллегами. Ковидный период сейчас немножко дает свои проблемы, но так онлайн все равно мы работаем с этим вопросом. И вот как 9 лет уже получается, так скажем, под ключ все сделать. То есть убрать грыжу, реабилитировать диск, даже при осложненных секвестрированных грыжах. Вот это моя такая вот основная коронка, которой я занимаюсь также. А вот нас телезрители, наверное, слушают и подумают, о, а к такому специалисту трудно, наверное, попасть. И более того, это требует и, скажем, финансовых вложений определенных. Вот вы скажите об этом. Это очень тонкий вопрос, но на него нужно ответить. Вопрос тонкий. Когда я изучал диссертацию в свое время, ну и сейчас я уже проработал 21 год, и анализировал вообще, а что происходит с людьми, как они после операции, как восстанавливаются, что с ними происходит. И ведь очень много госпитализации, очень много лечения в домашних условиях медикаментами. Это же колоссальный объем средств. Одно дело, что в стационаре он лежит, но сколько он еще применяет нестероидных противоиспалительных средств, сосудистых препаратов, хрящевых препаратов, препараты гиалуроновой кислоты, глюкозамин, сульфаты. Это большие деньги. Это большие деньги на то, чтобы он пытался как-то восстановить медикаментозным путем это все дело. А важен, я так понимаю, комплекс. Да, а важен комплекс. Инфразвуковая терапия, она на самом деле, курс его недорог. В течение месяца решаются базовые вопросы. Если имеется осложнение, выпадение, грыж, миграция, то иногда второй этап приходится выполнять через 2-3 месяца, но при этом идет полная реабилитация. А в каком процентном соотношении пациенты приходят именно после инсультов? Я бы так сказал, что сезонно приходит много людей с радикулопатиями. На втором месте это хроническая ишемия головного мозга. Инсульты, но все равно процентов, наверное, 30 приходит у нас. Инсульты, состояние после инсультов, подострые периоды, ранний и в большей степени поздний восстановительный период острых нарушений мозгового кровообращения. В ковидное время наложило на себя такие моменты, что человек пробует восстанавливаться где-то, но вер предоставляет данные услуги. Хотелось бы отметить, что реабилитация, конечно же, не обходится без медикаментозных методов лечения. Один из них – это инфузионный метод введения лекарственных средств, то есть впрыскивание, в переводе с латинского. Метод позволяет более быстро доставить лекарственные средства до тканей и органов. Соответственно, наше любимое внутривенное вливание никто не отменял. То есть люди проходят курсы терапии для доставки сосудистых препаратов, противовоспалительных препаратов. Это, конечно, является одной из частью реабилитационных методов. Без нее мы тоже как бы не существуем. Я хотел бы обратиться к своим зрителям, те, кто меня знает, нашим пациентам, моим дорогим. Я вас очень прошу, когда наступает у вас то или иное нарушение функции, та или иная беда или проблема, и есть проблемы с записью тем или иным специалистам, мы всегда рады видеть вас, сделать так, чтобы вы были довольны нами, не бросать вас, а довести до ключевого момента, реабилитировать вас, восстановить, насколько это позволит сил и наших знаний и умений. Спасибо большое. Андрей Юрьевич, я благодарю вас за то, что вы нашли в своем расписании время для того, чтобы прийти и поговорить на очень важную тему для наших телезрителей. Благодарю вас. Я также вас благодарю за предоставленные условия и возможности. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова